У нас в регулярном основе проходят наши семинары и вебинары. Хочется, чтобы количество участников увеличилось. И та тема, которую мы сегодня заявили, а именно, как пройти выездную налоговую проверку, что устоять и сохранить бизнес, она является крайне актуальной, такой прикладной. Многие, наверное, компании сталкивались с претензией налоговых органов. Зачастую налоговики приезжают в том числе и с выездными проверками. И вот та тема, которую сегодня заявлены, наш спикер Оксана Федоровна, я думаю, что достаточно интересно ее проведет. И это будет очень познавательно для всех участников семинаров. Так, Оксана Федоровна, вам слово. Сергей Викторович, если позволить, пару слов вводных добавлю. Коллеги, еще раз всем добрый день, уважаемые участники. Во-первых, благодарю организаторов за то, что пригласили в очередной раз нас выступить с этой темой. Вернее, уже с новой темой. В прошлый раз говорил о нашей компании. Мы являемся адвокатским бюро, адвокатское бюро делов и фарватера. На рынке мы уже больше 14, наверное, лет. Если в прошлый раз мы говорили о субсидиарной ответственности и защите активов, то не хотелось бы, чтобы у всех участников сложилось ощущение, что мы только этим богаты. И у нас одна из самых сильных практик на рынке – это налоговая практика. Как раз Оксана Радиона является руководителем этой практики. Она признанный эксперт. Ее достижения отмечены различными рейтингами. Сегодня она по своей теме, мне кажется, не менее мощное выступление, как Евгений Захаров в прошлый раз сделает. Переоценить актуальность ее темы, наверное, сложно. Очень сложно, особенно для бизнеса в текущей ситуации. Но об этом она скажет уже более подробно. По формату хотел бы пройтись. Оксана презентацию расскажет. Соответственно, вопросы, как и в прошлый раз, абсолютно спокойно направляете в чат. Выступление мы на все вопросы ответим. Если что-то выйдет за рамки отведенного нам времени, то мы все за рамками, собственно, семинара в частном порядке и расскажем, покажем. Наверное, на этом у меня все. Темы следующих семинаров мы проговорим отдельно. Светлана, я думаю, что организаторы тоже всю эту информацию доведут. Оксана Федоровна, прошу. Здравствуйте. Очень рада, что мы сегодня все собрались. Итак, тема нашего семинара сегодня звучит следующим образом. Как пройти выездную налоговую проверку, устоять и сохранить бизнес. Наш семинар будет состоять из трех частей. И мы будем разбирать в первой части последствия выездной налоговой проверки. Во второй части мы с вами разберем ряд признаков, которые свидетельствуют о том, что выездная налоговая проверка скоро к вам придет. И в третьей части мы разберем некоторые практические рекомендации, которые мы выработали за многолетнюю практику, по действиям, которые необходимо пройти, с тем, чтобы выездная налоговая проверка у вас прошла без фатальных последствий. Я назвала третью часть как правило. Тем не менее, это все-таки рекомендации, и мне бы очень хотелось, чтобы после этого семинара вы воспринимали их как правило. Итак, сразу предварительно скажу, я очень прошу во время, пока я буду читать семинар, попрошу вас не включать параллельно свою демонстрацию экрана и выключить микрофоны. Все вопросы можете записывать в чат, либо у себя на листочке, потом после окончания семинара мы с вами по всем вопросам пройдемся. Значит, так, секундочку. Так, ну, в первую очередь давайте с вами разберем вид, до выездных налоговых проверок. Сразу говорю, когда я готовила материал, я старалась по минимуму включать ссылки на статьи налогового кодекса, приводить непосредственно нормы закона, в силу того, что мне хочется раскрыть на семинаре больше практических моментов, да, вот те вещи, которые вы в налоговом кодексе не прочитаете. Да, и что касается, вернемся к выездным налоговым проверкам. На сегодняшний день у нас налоговый кодекс, он не предусматривает какой-то специальной классификации видов выездных налоговых проверок. И налоговые проверки, они делятся на два вида, ну, согласно налоговому кодексу, это камеральные выездные налоговые проверки и выездные. Соответственно, выездная налоговая проверка подразумевает собой мероприятие, которое происходит на территории проверяемого лица. Камеральная налоговая проверка – это непосредственно проверка налогового расчета. И это мероприятие налоговый орган делает непосредственно с учетом тех данных, которые у него есть. И по запросу каких-то дополнительных документов, информации, здесь налоговый кодекс, налоговую инспекцию очень сильно ограничивает. Есть ограниченный список таких тем. Но у нас сегодня тема – это все-таки выездные налоговые проверки, поэтому камеральные мы не трогаем и возвращаемся к выездным. Сейчас в нашем обиходе есть два основных понятия, которые используются, когда речь идет о выездных налоговых проверках. Это комплексная выездная налоговая проверка и тематическая. Под комплексной выездной налоговой проверкой нам следует понимать большую работу, под которой проводится проверка всех налоговых обязательств предприятия, при которой проверяется полнота, правильность исчисления и уплата в бюджет налогов за крупный промежуток времени. И максимальная глубина возможной проверки составляет 3 года. Я на всякий случай детально поговорю. Я понимаю, что, скорее всего, вы все это знаете, но 3 года – это период, предшествующий году, в котором назначается выездная налоговая проверка. Например, если в декабре 2021 года вы получите решение назначения выездной налоговой проверки, то вы должны понимать, что глубина может затрагивать, соответственно, 20-й, 19-й и 18-й годы. А под тематической проверкой у нас подразумевается проверка какого-то одного налога. И глубина проверки, она такая же, может затрагивать до 3-х лет. Ну и минимальный период, который может быть проверен, это один налоговый период. Отмечу, что у разных налогов периоды налогов бывают разные. Например, по НДС – это квартал, а по налогу на прибыль – это календарный год. Соответственно, тематическая проверка может быть за один или несколько периодов, но, опять же, как глубина у нас не больше 3-х лет. Как появилось разделение такое на комплексные тематические проверки? Сразу еще раз отмечу, что налоговый кодекс у нас не содержит такого разделения. Это больше сложившийся обычай делового оборота. Вообще, налоговая проверка – это очень затратное мероприятие для налоговых органов, для нашего государства. И здесь наше государство действует как настоящий предприниматель. Ведь целью на самом деле является не проверка правильности исчисления, а пополнение бюджета. Поэтому, когда ставится задача проведения выездной налоговой проверки, то в первую очередь государство ставит собой цель не только пополнить бюджет, но еще и окупить те затраты, которые производятся на проведение выездной налоговой проверки. На оплату труда сотрудникам, всем руководителям, которые проходят согласование на различного рода мероприятия дополнительные, экспертизы и так далее. Поэтому зачастую ранее проводимые комплексные налоговые проверки, они себя не окупали. И тогда возникла идея проводить тематические проверки, то есть за более короткий период, но уже по одному налогу, но уже с точным переначислением. Соответственно, да, мы раскрыли с вами понятие комплекса и тематической проверки, я буду в процессе еще к ним возвращаться. Давайте с вами придем тогда к первой части нашей основной темы, да, это последствия выездных налоговых проверок. Что хочу вам сказать. Вообще, вот последствия, вообще, выездная налоговая проверка, это вот мероприятие, неизбежное практически для каждого налогоплательщика. И если по каким-то причинам на сегодняшний день вы еще не столкнулись, да, с этим мероприятием, это всего лишь означает, что просто на вас не обратили внимания, да, вы не попали в выборку. Возможно, вы, речь идет о молодом бизнесе, да, и пройдет совершенно немного времени, вы подрастете, нарастите свои обороты, и к вам обязательно придут. Поэтому, вот предполагать возможность проведения налоговой проверки нужно всегда. Но вернемся все-таки к вопросу о последствиях. Самым, естественно, основным последствием, которое может быть у налоговой проверки, является, естественно, финансовая потеря. Да, это те средства, которые нам в итоге по результатам проверки придется оплатить. На что хочу обратить внимание. Вот основное заблуждение, с которым мы сталкиваемся на своей практике у предпринимателей, когда к ним приходит выездная налогопроверка, они к нам приходят с решением, с огромным количеством требований, и всех заботит только процесс, да, что с этим делать. Вот основная моя мысль, это первое, которое я хочу донести, вот процесс это, на самом деле, второе дело, и в первую очередь, как только вы получили решение о проведении выездной налоговой проверки, это необходимость спрогнозировать, да, вот эти вот финансовые последствия. Нужно понимать, да, чем для вас эта налоговая проверка может закончиться. Потому что вот те суммы доначислений необходимо учитывать в своем бюджетировании. И очень важная вещь, нужно обязательно всем усвоить. Вот на сегодняшний день выездных проверок без доначислений просто не бывает. Если еще каких-то 10 лет назад действительно, возможно, была ситуация, когда налогоплательщик мог позволить себе заблуждаться, думать, ну вот сейчас они придут, что-то проверят, и тогда будет понятно, найдут они что-то или не найдут. Сейчас ситуация кардинально изменилась. И на самом деле налоговый орган, принимая решение о проведении выездной налоговой проверки, уже точно знает, да, ту минимальную сумму, те эпизоды, которым будут доначисления. И, как правило, приходит уже просто собирать под эту сумму и эти доначисления доказательственную базу. Поэтому обращаемся, да, к первому последствию, это финансовые последствия. Я рекомендую всем начать с прогнозирования. Каким образом можно это сделать? Да, естественно, если у вас сложился диалог с налоговой инспекцией, да, с руководителем налоговой проверки, который будет, соответственно, осуществлять руководство этим проектом, всегда можно переговорить и попытаться выяснить, да, что же там стоит по плану, да, относительно доначислений по вашей организации. Иногда они приходят сами с этой вестью и радостно сообщают. Вы знаете, вот у нас по плану 50 миллионов, соответственно, мы можем доначислить и проверить и сделать больше, вот, но если вы оплатите сейчас, то, соответственно, мы не будем вас сильно кошмарить, да, вот так. Но опять же нужно учитывать, что не всегда эта информация может быть достоверной. И тогда второй способ, да, определения возможных доначислений, пользуясь датами выездной налоговой проверки, это проведение аудита. Да, мы... Субтитры подогнал «Симон»